Здравствуйте, дорогие наши земляки! Сегодня у нас в гостях тоже наш земляк, лейтенант, выпускник военно-космической академии имени Можайского Игорь Герасимов. Игорь, добрый день! Добрый день! Вот расскажи нам вкратце о своей семье, о себе. Какую школу в Сарове ты закончил? Вот с этого и начнем. Хорошо. У меня семья, можно сказать, военных, у меня отец тоже военный. Вот, я вырос здесь и учился в нашей второй гимназии. Вот, очень замечательная школа, она дала мне, ну, достаточно хорошее образование, чтобы поступить в, можно сказать, лучший военный политехнический вуз страны, военный конкретно, в Академию Можайского. А вот кто повлиял на твой выбор стать военным и почему именно вот эта Академия имени Можайского? В основном стать военным конкретно было моей мечтой с детства. Вот, но и немаловажную роль сыграл отец военный. И Академия имени Можайского, было на самом деле несколько вариантов, куда я хотел поступить, но я выбрал именно Академию Можайского, потому что именно там окончил обучение мой отец. Вот, и я как бы продолжил такую традицию и пошел по его стопам. Прекрасно, то есть у вас династия семейная. А вот ты во второй гимназии учился с первой по одиннадцатый класс? Да, с первого по одиннадцатый класс я отучился в гимназии номер два. Помнишь ли своих учителей, кого конкретно? Ну, я помню много своих учителей, потому что они внесли достаточно большой вклад в мое развитие, в том числе культурное, не только умственное. Вот, больше всех хотелось бы выделить, конечно же, своего классного руководителя Гришуину Валентину Петровну и учителя безопасности жизнедеятельности Васенькина Олега Григорьевича, который тоже своего рода направлял меня именно по военному пути. Очень сильно помогал, я участвовал в военно-спортивной игре «Зарница». То есть это была основа и основ. Да, то есть это было начало пути еще. Прекрасно. А вот трудно ли поступить в эту академию и сложно ли там обучаться? Когда я поступал, было достаточно трудно, потому что был достаточно высокий конкурс, примерно там два-два с половиной человека на место. То есть для военных учебных заведений это достаточно сильно. И надо пройти определенные этапы отбора в эту академию. То есть надо пройти по медицинским показателям, надо сдать физкультуру хорошо. То есть там определенные нормативы – бег, подтягивания, бег на скорость 100 метров. И пройти профессиональную пригодность, ну, как психологический тест обычный. Вот в этом, наверное, отличие военной академии от гражданских вузов, да? О том, что у вас еще уклон, конечно же, в военные дела. А в остальном? Вот сколько лет вы обучались в этой академии? В отличие от училищ, в академии мы обучались пять лет, то есть не четыре, как это обычно бывает. Вот. И у нас, можно сказать, специалитет. То есть мы идем по техническим дисциплинам в основном. То есть основной упор, конечно же, идет на математику, на физику. Вот. Даже несмотря на то, что я учился именно в гимназии. Вот. Но учиться достаточно сложно, конечно, но при этом крайне интересно. Угу. А вот при выпуске вам присваиваются звания младшего лейтенанта или сразу лейтенанта? Нет, сейчас звания младшего лейтенанта не присваивают. Это как бы, ну, старое звание, либо в условиях военного времени как-то там, ну, есть определенные условия. Сейчас выпуск происходит именно лейтенант. Угу. И специализация какая? То есть по званию ты лейтенант, а специальность у тебя в дипломе какая написана? Специальность? Я инженер. Радиоинженер. Угу. То есть вот вас этому учили все пять лет. А все-таки сложно там учиться или нет? Ну, как я уже упоминал, учиться достаточно сложно, но при этом интересно. Ну, потому что там достаточно большой уклон на физико-математические науки. Не у всех склад ума именно от великих физиков, но при этом это очень даже интересно, потому что можно наглядно, грубо говоря, разобраться, как работает радио, разобраться, как вот распространяются волны. То есть это очень интересный раздел физики, хоть немного не характерный для нашего города, где у нас в основном ядерная физика же здесь. Угу. Игорь, вот мы с тобой разговариваем 21 июня. Как раз идет пора выпускных экзаменов в наших школах и в школах России. Какой бы совет ты дал нынешнему поколению выпускников города Сарова, чтобы так их сориентировать на поступление куда-то? Вот какой бы совет дал такой? Ну, желать упорного труда при подготовке к экзаменам, я думаю, уже поздно, потому что все большую часть экзаменов уже сдали. Либо сейчас сдают, соответственно. Но при выборе пути своего жизненного, при выборе учебного заведения, куда хочешь поступить, я считаю, что главное не сомневаться и твердо идти своим путем. Если вот выбрал свой путь, если хочешь быть там инженером или хочешь быть лингвистом, то надо твердо идти по этому пути, несмотря ни на что. Игорь, а вот я недавно узнал, что ты стал участником парада Победы в Москве на Красной площади. Это большая честь. Расскажи, как ты туда отобрался? В Академии, в нашей ВНК Академии Можайского, каждый год происходит отбор наиболее впечатляемых, ну, не впечатляемых, как это правильнее сказать, наиболее отличившихся курсантов в парадной коробке в Москве на Красной площади и в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. То есть ты два раза участвовал в парадах? Нет, я участвовал только на Красной площади, потому что там это разделение идет как-то по факультетам. Некоторые факультеты идут в Санкт-Петербурге, некоторые в Москве. И мне выпала честь поехать в город Герой Москва, чтобы пройти на Красной площади. А вот я смотрю, у тебя медаль. Что это за медаль, как ты ее заслужил? А вот это вот как раз-таки медаль за участие в военном параде в городе Героя Москва. Это ведомственная награда? Да, это ведомственная награда Министерства обороны Российской Федерации. Теперь, что ждет тебя после Академии и твои дальнейшие планы по жизни? После Академии, прежде всего, меня ждет служба по моей специальности. То есть там заключается контракт еще на втором курсе в Академии. То, что мы проходим обучение в Академии, и пять лет по этому контракту мы должны еще отслужить в войсках. Ну, соответственно, в звании лейтенанта и с соответствующим повышением потом. То есть можно и дослужиться и до старшего лейтенанта, и, конечно же, гораздо выше. Это смотря сколько служить. А по поводу дальнейших моих планов на жизнь, я считаю, что, скорее всего, я останусь в вооруженных силах, продолжу службу. Потому что я все-таки к этому очень долго шел, и резко менять свой род деятельности я не собираюсь. А вот по приказу или по распределению ты уже догадываешься, где начнешь служить? Да, конечно, я уже догадываюсь. Ну, точнее, я уже конкретно точно знаю. Потому что по окончании обучения приходит предписание на курсанта, куда он должен поехать уже служить непосредственно. Ну, если нет, не является военной тайной. Куда конкретно? Ну, военной тайной является, в какую часть я поеду. Но могу сказать, что буду служить в Подмосковье. Прекрасно. А вот сейчас ты приехал с Саров в отпуск, да? Да. Прекрасно. То есть ты не теряешь связь с родной землей. А вот я немного пофилософствую. Многие наши горожане сокрушаются о том, что лучшие выпускники уезжают из Сарова, поступают в престижные столичные вузы, училища и академии и сюда не возвращаются. Я-то вообще считаю этот процесс естественным. Но все же, почему молодежь выбирает большую землю? Ну, я считаю, что это тоже достаточно естественно, потому что у нас в Сарове, так скажем, не такие большие перспективы развития. У нас маленький, хороший, уютный город, к тому же закрытый еще. А молодое поколение, оно выбирает большие города, где больше выбор, куда можно пойти и чем можно заниматься. Все-таки у нас не такое большое разнообразие. То есть, вот как ты решил, будучи еще школьником, поступить в высшее военное училище, конкретно в академию, то так и воплотил сам свою мечту в жизнь. Правильно? Ну, во время обучения, а конкретно там на 4-5 курсе, то есть, когда мы уже старшие курсы, соответственно, нас действительно посылают войсковые части на стажировку. То есть, мы занимаемся тем, чем мы будем заниматься по выпуску. То есть, нас офицеры, которые уже проходят там службу, обучают, так сказать, передают свой опыт, обучают работе на определенных средствах, на которых мы должны работать и чем мы должны в будущем заниматься. Это тоже достаточно такой интересный опыт. Не каждому дано во время своей учебы поехать и заняться конкретно тем, что ты будешь делать на протяжении большей части своей жизни. В нашей академии очень много преподавательского состава, которые являются заслуженными деятелями науки. То есть, они все доктора, профессора, и они многие даже заслуженные деятели науки СССР еще. То есть, преподавательский состав педагогический в нашей академии тоже очень сильный. И как бы к этому тоже привыкаешь, каждый день видишь, и уже как-то это все ближе, и не воспринимаешь их как кого-то особенного. И кого я действительно видел, во всяком случае, из выдающихся людей, это вот как раз-таки во время Парада Победы на Красной площади. Там же собирается вообще вся верхушка страны, и не только нашей. И мне удалось, так скажем, воочию видеться и с нашим начальником академии, ну, которого мы и так видим, грубо говоря, каждую неделю. А тут еще ближе познакомиться, он вместе с нами тренировался даже. Вот, видел командующего космическими войсками, главнокомандующему воздушно-космическими силами. Вот, и, соответственно, во время прохождения, когда вот по Красной площади шла наша коробка парадная, я шел относительно справа, то есть я был пятый справа, и довелось увидеть даже нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Вот, хорошо. Вот, есть что вспомнить за относительно молодую жизнь. Я тебе, вообще-то, завидую, поскольку ты в престижной академии закончил обучение, ты уже участвовал в знаковом событии, молодец. Я еще хотел бы развить тему все-таки касательно, как бы, напутствия твоим, как бы, практически свершникам, которые стоят сейчас на распутье. Вот, может быть, даже мы сейчас еще и повторимся, но, тем не менее, сагитируешь, что ли, их для поступления в высшее военное училище и академии, чем все-таки это, на твой взгляд, может быть, даже ценнее, чем учеба по гражданской специальности. Вот, развея эту мысль такой пошире? Ну, даже несмотря на то, что я считаю, что каждая профессия, абсолютно каждая важна, все профессии нужны, и неважно, военные или гражданские, но мое личное мнение, что быть военным – это не только большая честь, но и большая обязанность. Это на тебя возлагается большой долг по защите своей родины, и многие, особенно в наше текущее непростое время, попросту боятся поступать в военные вузы, потому что, ну, мало ли что может случиться, и легче поступить в гражданский вуз и не попасть в армию. Но сейчас армия, она гораздо лучше, чем, допустим, это было несколько десяток лет назад, и учиться в военном вузе – это достаточно тоже престижно. То есть это считается, ты мало того, что получаешь гражданское образование, то есть у нас есть гражданская специальность, можно получить военную специальность, и при этом при обучении в военной академии, с момента начала обучения, то есть с первого курса, уже идет выслуга, то есть как стаж работы, можно сказать. То есть сейчас, после выпуска, можно сказать, что у меня уже есть пять лет опыта работы в технической области, и если вдруг в армии кому-то не понравится, там можно дослужить этот первый контракт, пять лет – это не так долго относительно всей нашей жизни, и спокойно устроиться на любую работу, причем на ведущие должности, на, можно так сказать, не просто технические, а на руководящие должности. Вот слушая тебя, Игорь, я невольно вспомнил эпизоды знаменитого фильма «Офицеры». Ты совершенно правильно сказал, есть такая профессия – родину защищать. И вот в этом смысле я считаю, что правильно воспитывал и семья, и школа, наверное, правильные книги и фильмы смотрел. Так что, Сарова есть кем гордиться, своими выпускниками. Ну, а так, как и в любом даже гражданском вузе, мы занимаемся больше учебой, то есть каких-то таких случаев я, наверное, не вспомню. Единственное отличие нас от гражданской молодежи – то, что мы большую часть нашей студенческой, так скажем, жизни, курсантской, живем в казармах. То есть это как-то по-особенному дисциплинирует и развивает чувство не то что времени, а чувство какого-то порядка особенного. Казарма – это чаще всего одно большое помещение, где поставлено огромное количество двуспальных кроватей, то есть нижних, двухъярусных, не двуспальных. И, ну, соответственно, там есть все самое необходимое – и санузел, и раздевалка, и вот. Ну, все же самое необходимое. Да, как у нас тоже в обычных казармах. Кстати, а вот ты поддерживаешь связь по телефону с родным домом, с друзьями-одноклассниками? Общаетесь вот с друзьями детства или как? Конечно, я стараюсь не терять связи с теми людьми, кто мне дорог, с кем я общался. Я, конечно, даже несмотря на то, что многих выпускников раскидала по, можно сказать, всей стране нашей необъятной, но все равно я стараюсь не терять связь, не терять общение и при любой удобной возможности видеться лично. А вот из того выпуска, из которого ты вышел, из второй гимназии, кто-то рядышком с тобой служит? Или ты один поступил в эту академию из вашего класса, из вашей гимназии? Из нашего конкретного выпуска в военное учебное заведение поступил я один. То есть и не жалеешь? Абсолютно не жалею. Я вообще-то желаю тебе дослужиться дом генерала армии, значит, стать классным специалистом. И кто его знает, может, через десяток лет мы с тобой встретимся в этой студии, и ты будешь уже в другом звании. Я думаю, что мы продолжим этот разговор с тобой лет через десять, надеюсь. Вот. Сейчас просто я благодарю тебя, что нашел время прийти в студию на этот разговор. А вот военно-космическая группировка, опять-таки, мне, дилетанту, объясни буквально на пальцах. И это, наверное, связано и с Байконуром, и с космодромом Восточный, и с нашим ПВО. Вот это все как-то в узел в один связать можно? Естественно, это можно связать в один узел, потому что кто-то занимается разработкой данных космических аппаратов. Кто-то, например, вот как раз-таки космодромы, их запускают на необходимые орбиты, в зависимости от, соответственно, еще аппарата. И вот это вот все вкупе, оно формирует нашу группировку. То есть кто-то должен, допустим, выпускники нашей Академии, этими космическими аппаратами управлять. Кто-то их запускает, соответственно. А может так статься, что, например, из вашего выпуска мы увидим людей среди отряда космонавтов? Такое бывает? Или вы технари? Мы в основном технари, можно так сказать. Потому что, насколько я знаю, в отряд космонавтов набирают в основном именно летчиков, у которых и здоровье соответствующее, и соответствующая подготовка. Да, и готовили к этому целенаправленно. Хорошо. Так, а вот есть у вас какие-то ограничения? Вот ты еще молодой человек, по-моему, неженатый, да? Да, все верно. А вот учитывают ли при распределении куда-либо такой нюанс? Человек одинокий или человек семейный? Или это не учитывается? Все равны. Ну, конкретно при распределении учитывается, если ты женат, и у тебя жена военная, проходит службу в какой-то определенной части, то, скорее всего, есть возможность, что тебя распределят в эту часть. Ну, а так, государством предусмотрены определенные, так скажем, льготы для семейных пар, которые, допустим, распределили куда-нибудь далеко за Урал. Допустим, даже на Камчатку. Вот, то есть такая вещь, как военно-пересадочные документы, которые позволяют, можно сказать, за счет государства туда добраться, до места службы. И точно такой же выплачивается и на твою жену. И, наверное... Ну, на каждого члена семьи, можно так сказать. И, наверное, преимущества при выделении жилья семейных? Да, соответственно, преимущества такие тоже есть. Я действительно желаю тебе всего самого-самого доброго, что у тебя по жизни сопутствовала удача. И надеюсь на новые встречи. Субтитры создавал DimaTorzok